Видеоролик о крокодиле, которого обнаружил рязанец на берегу реки, прямо в черте города, стал самой обсуждаемой новостью минувших выходных. Предположения в социальных сетях выдвигались самые разные. Кто-то говорил о том, что фотографии не настоящие, кто-то оставлял испуганные комментарии, будто на Павловку больше не ногой. Но основным стало предположение о том, что крокодил сбежал с выставки хищных рептилий «Крокодиловая ферма», которая недавно открылась в непосредственной близости от Павловки, на стоянке возле торгового центра «Премьер». Наша съемочная группа отправилась на крокодиловую ферму, чтобы прояснить ситуацию. К счастью или к сожалению, не знаю, крокодил не наш. Наши крокодилы все как бы на месте. Вы сами могли наблюдать, в каких условиях они содержатся. Летать они не умеют, поэтому из вольеров выбраться нереально. Даже сегодня специально пересчитывали, чтобы развеять все сомнения по поводу наш или не наш. С уверенностью могу сказать, что крокодил не наш. Каждый из питомцев находится в вольере. Условия содержания максимально приближены к естественным. За животными следит профессиональная команда. Все питомцы на месте и вряд ли могли бы сбежать отсюда. Так что откуда крокодил появился на Павловке останется загадкой. Но специалисты утверждают, в климате средней полосы хищник не выживет. Максимум дотянет до середины осени. В наших условиях, вот пока сейчас такая температура стоит близкой к тропической, он может быть активен. А далее, когда температура упадет на наши какие-то уровни средней полосы, активность его резко может уменьшиться. Но надо сказать, что зимой он практически не выживет. Потому что эта группа рептилий тропическая, она не может впадать, как наши рептилии, в анабиоз. Ну, в общем-то, вечером хотелось бы выйти посмотреть хотя бы, интересно самим, что за крокодил и чей. И если найдем, готовы забрать его к себе на попечительство. Будем надеяться, что сотрудникам фермы удастся найти крокодила и спасти его от верной смерти зимой.